всем добрый день вчера проводила кое-что вот тоже алтарь не собрала и не нужно собирать нужно было чтобы она осталась поскольку сегодня продолжение этого ритуала вы увидите вот это маг кондитерский естественно и поэтому я пока не буду говорить что за ритуал проводила надо было чтобы маг стоял возле статуи гекаты всю ночь чтобы заряжался той энергии которая нужна была для ритуала тогда будет сильнее эффект конечно так вот сейчас я с вами хочу поговорить еще об одном предании моих предков о памяти наверное я сейчас раскрою для вас очень необычную тему и ту тему которую вы нигде не найдете не услышите почему потому что предание людей предание о старине рассуждение которые передавались из уст в уста они намного сильнее они намного содержательнее чем все книги которые сейчас пишут память для чего нужна память память памятники и прочее дорогие друзья каждый человек волей-неволей подсознательно стремится чтобы его помнили мы все говорим хочу чтоб после меня меня помнили чтобы помнили добрым словом или вообще помнили да есть люди у которых внутри есть желание добиться больших успехов достичь вершины для того чтобы их вообще помнили веками тысячелетиями мы говорим это тщеславие но про тщеславие я уже говорила откройте ролик посмотрите хроника ведьминой избы или дары от инги почему говорю потому что к сожалению я не все хочу загружать сразу в свой новый аккаунт перезагружать этот аккаунт и постепенно просила ребят постепенно загружать чтобы эти темы которые вам интересны снова выплюнули наружу и вы вы бы стали их смотреть по новой поэтому я не могу сказать у меня но вот называю каналы где они есть чтобы не вернуться к этому всему я вам объясню что подсознательно каждый из нас хочет подняться хочет чтобы о нем помнили но не каждый знает как правильно это сделать не каждый умеет это делать и не каждый сразу достигает больших высот и не каждый знает как правильно достичь этих высот как правило люди дурными поступками быстрее прославляются как им кажется но прославляется в плохую сторону потому что слава это все-таки слова положительные ну например там убивать животных перед камерой убивать людей перед камерами да и прочее прочее считают что они прославились это самый дешевый способ прославиться есть другой метод прославиться знать какую-то липовую организацию ничего себе не строящийся и вокруг этого построить но сделать ажиотаж это слава им нужно для денег чтобы побольше денег заработать таким образом слава который приходит со временем заслуженно то есть заслуженная любовь народа она остается в веках и продлевается тысячелетия каждый человек хочет после себя оставить что-то нечто кто что может кто-то оставляет книги кто-то оставляет победы для своего народа после себя кто-то оставляет знаменитые неповторимые рецепты которые до сих пор готовим и говорим да тот же салат оливье например в честь французского повара кто-то оставляет после себя там какие-то изобретения великие ученые нам оставляют методы которые мы применяем в создании автомобилей в создании телефонов стив дёбс оставил на веки вечные память о себе айфон айпад и прочее прочее вот который производит его фирма то есть каждый человек стремится прославиться подняться тем способом который ему ближе и роднее скажем так это что он умеет кто-то прославляется враньем строит искусственные какие-то пирамиды славы кто-то реально прославляется идет к этому очень долгой и кропотливой через тернии через колючки но это самое настоящее долговечное слова кто как умеет для чего это делается почему мы подсознательно рождаемся и хоть на хотим чтобы после нас обязательно нас говорили чтобы мы не пропали без вести чтобы вот мы были в этой земле умерли все и больше нас нету и никак ничего от нас не осталось почему каждый человек стремится как-то прославиться почему во время войны молодые люди говорили да я у меня еще нету детей у меня нет даже семьи и мне некому будет помнить некого будет помнить кроме матери вот она не станет и уже никого не будет то есть люди переживали за то что о них память сотрется и уйдет мы сами не понимаем почему нам это нужно но мы к этому стремимся все мы все хотим уйти с этого мира оставлять после себя что-то детей оставляя который нас будет помнить либо своих свое детище оставляет там башни построить книги написать что-то еще так вот вся тайна этого скроется в том что каждая душа подпитывается энергией нас сюда отправлять для того чтобы мы стали обладателем некой энергии и эта энергия будет нас поддерживать в том потустороннем мире то есть кто есть боги энергии это огромные энергии космического масштаба которые управляют миром кто есть силы энергии энергии которые идут после богов по масштабу они чуть менее сильнее чем боги но почти равны и поэтому они имеют такую силу такую власть над судьбой человека силы кто есть духи энергии энергии которые намного конечно уступает и богам еще меньше силам но они есть и они могут прийти на помощь и они могут прийти навредить и они могут прийти повлиять на нашу судьбу они могут по нашему зову сделать то что мы хотим есть у нас есть власть над ними и прочее прочее мы в том числе с вами энергии если у нас не будет жизненной силы энергии значит мы потухнем мы умрем человек умирает почему либо его отключили от питания подпитки то есть от источника энергии ну скажем заморили голодом ударили по голове отключили его от подпитки энергии то выстрелили в него и всякое-всякое очень много разных способов умирать живое тело энергия закончилась внутри и человек ушел мы все силы мы все энергии но каждый на своем месте у кого-то это сила космического масштаба у кого-то это сила масштаба кухни то есть у каждого свое так вот нас сюда отправлять для того чтобы мы имели свою энергию вот у богов огромная энергия почему потому что люди подпитывают богов потому что люди к ним волей-неволей обращаются даже если они приняли иные веры в любом случае они все время к ним обращаются древние приметы страхи суеверия саны мысли тревоги или радость это все подпитывают космические энергии то есть богов силы ожидания тоже то же самые страхи те же самые надежды на будущее молитвы просьбы внутренней чутье и прочее это тоже те энергии которые отрываются от нас каждым нашим чувством идут подпитывает космические энергии силы почему приходят тухи почему приходят они если зловредные то нас запугивать если желанием помочь то в любом случае мы платим энергии мы их боимся наш испуг тревога панические атаки и прочие тоже энергии которые от нас отрываются и подпитывают те силы которые приходят за этими энергиями я почему всегда говорю не бойтесь призраков не бойтесь явления таких почему потому что вы их подпитываете когда вы перестаете их бояться начинаете с ними дружить они постепенно от вас уходят потому что они понимают что вы их уже не можете подпитать энергии от вас брать нечего поэтому они с вами не оставляется так вот человек приходит в этот мир чтобы создать свой маленький ну давайте это слово применим опять не хочу говорить субстанция силы скажем так эгрека свой маленький эгрека свою маленькую энергетическую зону приходит сюда чтобы взять с мира свою определенную энергию выполнить свою миссию и уходить когда душа уже назрела до того что может уже покинуть этот мир его забирать не важно сколько этой душе лет может 10 лет может два месяца его срок был столько его норма скажем так грубо говоря да его лимит был вот такой и он ушел нет случайной смерти родные люди всегда себя винят вот если бы я не позвонила не позвала он бы там не взялся не приехал не попал бы в аварию вот если бы я была дома не позволила ему выйти он бы там не вышел его потом не ограбили не убили прочь мы всегда видим себя на самом деле если время человека пришло его заберут если не таким образом заберут по-другому в день много тысяч человек погибают в автокатастрофе однако когда падает один самолет это ощутимо там много жизни сразу и мы сразу это ощущаем видим и у нас переживание ужас страх слезы и прочее это правильно это нормальная реакция на человек если человеку все равно на беду других людей значит он не человек если в нем есть сочувствие он человек но если собрать жертвы авиакатастрофы и сравнить с жертвами которые каждый день случается на улицах то сопоставление очень скажем сторону именно смертей на улицах именно автокатастроф то есть но мы их не видим эти смерти понимаете один погиб скажем так в новочеркасский другой погиб в москве 3 погиб в новосибирске 4 погиб в саранске и прочее и мы естественно не понимаем ну то есть мы не знаем это там может сводках новостей сказали может не сказали но их бывает много намного больше чем скажем один самолет но мы переживаем мы говорим вот люди столько людей сразу погибли но столько людей могут сразу погибнуть в разных точках планеты но мы этого не видим да так вот те люди которые сразу погибли они были разновозрастные разнополые естественно разных профессий у каждого была своя судьба но и всех собрали вместе их время пришло бывали случаи когда во время авиакатастроф выживали люди такие случаи есть редко но есть значит им просто было не суждено бывали случаи когда в ужасной мясорубке просто погибали миллионы людей но были единицы которые оставались живы хотя больше было вероятности что должны были умереть именно они но вот так вот получалось что они не умирали о чем это говорит это говорит о том что у каждого свой срок смерть нечаянно не гаданно и случайно никого не забирает нету случайной смерти смерть нужно уважать смерть это сила это обыкновенная это такая же сила космического масштаба которая имеет свои функции избавить человека от мучений этого мира смерть забирает человека в тот момент когда понимаешь что человек уже выполнил свои функции свою миссию почему не празднуется 40 лет никто не задумывался объясняю если человек до 40 40 лет не создал ни семьи ни карьеры нет у него ни жизни нет ничего нет то 40 45 47 от силы его забирают то есть 40 это такой некий рубеж когда оценивается все что заслужил человек нет у тебя семьи но есть карьера ты чего-то достиг нет карьеру есть семья есть дети ты чего-то достиг если ты ничего не достиг в этом мире то вселенная считает что ты мучаешься в этом мире тебе незачем здесь находиться это не за чувство злости понимаете для нас это смерть близкого человека трагедии боль ужас и скажем так как травма но для вселенной это обыкновенный процесс отсекается ненужная энергия с этого мира для того чтобы пришла взамен нужной энергии если мы исследуем жизнь великих князей руси мы всегда видим что первая жена которая была тихая спокойная и при ней и правитель был тихий спокойный хороший была убрана вселенная была убрана чтобы пришла вторая энергичная сильная личность которая сподвижнет этого человека идти вперед сделать большие реформы перемены и останется в истории этот человек как некто такой значимый хотя при первой жене он мог бы остаться незамеченным скажем так тот же иван грозный очень любил свою жену анастасию первую жену обожал ее но ее говорят что отравили некоторые говорят что заболела просто подозрительный царь всегда всех подозревал ушла анастасия если при ней он был просто строгий сильный человек и жесткий правитель то без нее он стал просто жестоким человеком и натворил столько бед видимо это было нужно для того чтобы сравнение с ним например цари романовы казались ангелами просто напросто следующий момент иван третий который у которого жена была мария тверская княжна тихая спокойная послушная покорно теремная княжна которая стала теремной княгиней но при при ней там иван третий был скажем вассалом еще золотой орды приходит то есть убирается мария с дороги приходит энергичная сильная софия палеолог который заставляет мужу избавиться от ханского гнета которая заставляет мужа перестроить всю москву из камня которая приводит там определенные реформы который делает москву третьим римом который там укрепляет позиции и рюриков и чей на много сотен лет вперед то есть для чего это делается убирается человек который не подпитывает энергии ни себя ни других приходит та личность которая будет подпитывать своей энергией так вот мы стремимся чего-то достичь в этом мире для того чтобы после того как мы уйдем память о нас все время подпитывал наши души энергии ходят ли на могилу человека ставить там свечи 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 пришли кстати с языческой традиции свеча огонь огнем придавать дать энергию предкам почему зажигается свеча поскольку это источник огня огонь естественно энергия у многих культур бог есть вселенский огонь вообще огонь считается ну не превзойденной энергии вселенной когда призывали предков на помощь и почитали их то ставили возле них отрушан называлась это огненный значит алтарь огонь огонь поклонение священный огонь как хотите называть у древних культур например здрасте изм например религия армян все были огнепоклонники языды до сих пор огнепоклонники солнцепоклонники они и вот это вот касание головой земли точно также этой молитвы и идет из древности поклонение солнцу потому что первая молитва была ранним утром все это поперемешано переделана в новой новой религии но источник источник первоисточники начала это язычество то время то время когда поклонялись вселенскому огню и вселенской энергии так вот дорогие друзья человек для того хочет о себе добрую память чтобы все время его подпитывали этой силой энергии чтобы он все время имел некий эгрегор ну если уж грубо говоря был маленьким башком в том потустороннем мире имея свою силу имея свои возможности имея свои привилегии чем больше людей будут о нем помнить говорить чем больше памятных вечеров будут проводить честь него и прочее прочее тем больше подпитывается его энергетическая зона он становится как маленький бог скажем так но если так уж посчитать сейчас приведу пример мы не неосознанно подсознательно делаем очень много ритуалов очень много древних ритуалов языческих о которых мы не знаем то есть мы не то что не знаем мы даже не предполагаем что это языческий ритуал мы совершаем сами не понимаешь что это такое но мы это делаем значит ну например там двухсотлетие там такого-то поэта собрали сказали о нем прочитали его стихи послушали песни о нем спели поговорили разошлись мы все расходимся усталыми после таких вечеров почему потому что приходит его сила туда и вытаскивать с нас эту энергию она забирает я не горж это плохо это нужно делать если человек заслужил при жизни вот такое почитание поклонение он практически становится каким-то божественным созданием о котором мы говорим говорим и еще больше разрастается легенды о нем и прочее прочее если человек оставил свою память в в головах то в памяти народа в памяти нации и в мировой истории то он все время будет подпитываться этой энергией памяти чем больше будут издавать его книги чем больше будут говорить о нем чем больше будут вспоминать чем больше будут читать друг другу влюбленные его стихи и прочее тем больше энергии будут будет идти подпитывать эту душу точно так же можно говорить о памятниках памятники это точно такие же собиратели энергии с людей энергии именно конкретно для этого человека ложить цветы на памятник там вспоминать то же самое мероприятие провести возле памятника но это делает не памятник и не в памятнике дело не в бронзе и не в серебре и не в камне не в мраморе дело дело в том что душа который имеет такой огромный колоссальную силу при жизни имела до и после смерти насколько часто возвращается к этой душе настолько часто подпитывает энергии эту душу вот именно из того рассказов из тех значит разговоров и мыслей о памяти человека и доброй памяти о том что мы хотим оставить свою память насколько мне мои предки говорили я сделала такой вывод я думаю что этот вывод самый правильный и это подтверждается временем веками и желанием человека стремлением быть кем-то быть кем-то для того чтобы о нем после смерти говорили есть души которые настолько сильны что даже когда играют роль то есть играют их фильмах у этих людей случаются колоссальные вещи или в хорошую сторону или в плохую сторону например возьмем ту же хюрем султан про нее очень много написано книг окутана легендами в одной книге можно прочитать что она была просто свирепо страшная женщина ужасная женщина которая делала такие жуткие злодеяния что уму непостижимо другой книге мы читаем что это было добрейшей души человек просто израненной просто как тигрица защищающий своих детей поскольку по традиции по закону фатиха фатиха это завоеватель 1 османский это султан мехмед по его закону нужно было убить умершлять султанских детей то есть мальчиков для того чтобы не было значит драки из-за трона да и не кровопролитных войн и именно поэтому она знала что после того как зайдет на трон мустафа то есть ее пасынок то ее дети будут казнены и она за это боролась то есть ее считают не злодейка и считать просто очень любящей матерью которую всеми силами хотела обеспечить жизнь своим детям третий говорят что она была настолько добрая что настроила всю то есть понастроила весь стамбул там погодельными для нищих тоже убрала рабский базар потому что не хотела чтобы торговали там прям как скотом рабами хотя и торговали но не не на столе не в столице и прочее третье говорят что она была такой до такой степени бесчеловечным существом что брала народ налоги с христиан и притесняла христиан еще больше дабы понравится султану вот не поймешь какая она была но она была той личностью которые до сих пор говорят есть там легенда о том что когда начали снимать великолепный век мы знаем что актриса мирал то есть извиняюсь мирем узерли она впала в такую депрессию что пыталась собой покончить прямо после того как и вручили значится лучшую роль премию какую-то их местную мы знаем что по некоторым слухам сценарист камера лука и видимо не хорошо ее изобразила и говорят хюрем ее прибрала разозлившись на нее за то что она неправильно ее описала в этом сериале неправильно они значит в сведения какие-то там ну в общем ей не понравилось как ее образ был создан говорят что ну она сама говорила мирем что когда ей предложили эту роль она очень долго перед ну колебалась не понимала потому что она еще не знала тюркский язык и не знала даже тем более старый османский язык это было очень долго и нудно учить и ночью ей пришла хюрем вас не сказала не бойся я тебе помогу ее взяли на эту роль сразу же то есть понимаете действительно есть личности после того как снится скажем та же екатерина великой людям очень редко она снится но когда она снится это каким-то событием снится определенная личность каким-то мировым воином тот же тамерлан когда потревожили значит склепта мерлана это было до войны это рассказывали люди очевидцы люди сами археологи они говорили что это в это можно верить можно не верить можно это приписать к совпадению но когда они потревожили склепта мерлана пришли люди старики которые были вооружены палками пытались их избить в общем там милиция их отогнала и прочее они говорили что по преданию тамерлан сказал кто потревожит его гроб через четыре дня начнется война естественно в коммунистическое время когда не было бога и ничего как они думали никто на это не обратил внимание на это суеверия древние так вот через четыре дня действительно началась война германская то есть фашистская германия вошла напала на советский союз вошла в наши земли и начала уничтожать население действительно так и было но они пытались добивались через жукова прося сталина все-таки вернуть останки тамерлана в склеп после того как было снято значит черепа там гипсовые копии реконструкцию сделали по черепу лица и так далее получили его настоящее лицо но в общем с большим трудом добились того что действительно вернули останки в склеп и после того как вернули останки тамерлан через четыре дня германия капитулировала то есть можно в это верить можно это считать совпадением но я считаю что в мире совпадений вообще не бывает особенно в таких масштабах согласны со мной значит о чем это говорит дорогие друзья каждый человек стремится подняться стремится достичь вершины своим способом если внутри него есть чистота есть порядочность есть интеллигентность есть аристократизм и прочее то он достигнет медленно трудно но поднимется хотя ему будут мешать но это не имеет никакого значения если ему дано предназначение его есть подняться он поднимется и очень много лет и веков после этого человека его труды останутся в народе чем часто люди будут пользоваться этими трудами неважно стихи ли это изобретение ли это или освобожденной родины ли это где они будут жить и прославлять того человека который был там скажем маршалом победы и так далее чем больше об этой личности будут говорить снимать фильмы в какие-то мероприятия организовывать если два человека будут сидеть и говорить об этом человеке тоже некая часть энергии правда не таких масштабах так вот чем больше об этом человеке говорят вспоминают ставят там делают памятники проводят какие-то памятные вечера воспоминания друзей выплывают книги пишут и прочее тем сильнее становится его душа там она подпитывается энергией то есть у этого человека образуется некий эгрегор то есть сила некая плацента силы не некий силовой круг который его душу поддерживает и дает ему определенные привилегии в потустороннем мире то есть он там находится в каких-то особых на каком-то особом положении он душа особенный он как маленький божок он имеет своих поклонников он имеет своих приверженцев он имеет своих последователь и прочее я думаю что вы меня поняли о чем я что я хочу до вас донести вот именно поэтому каждый человек стремится чтобы о нем вспоминали каждый человек к этому стремится просто не каждый человек знает как этому идти вот чем вопрос некоторые стремятся стремятся потом махнули рукой ну и пускай как есть да есть люди которые абсолютно безразличны к этому но внутри них есть это желание прославиться а как прославиться никто не знает мы не специально к этому идем мы не специально планируем надо мне прославляться не прославляться и прочее есть люди у которых это желание для коммерческих целей прославиться чтобы что-то продать что-то кому-то внушить какой-то создать организации есть люди которые волей-неволей прославляется потому что не могут они оставаться в тени внутренних есть нечто что нужно вывести, сказать народу. Нужно показать людям нечто такое, что у других нет. Есть люди, которые создают какие-то шедевры. Есть люди, которые создают та же скрипка Паганини. Есть люди, которые создают айфоны, айпады и прочее. Тоже человек прославился. До сих пор же пользуемся. Все мы хвалим, говорим. Отличный телефон, лучше ее не придумаешь. Поэтому она и дорого стоит, что она того стоит. Это тоже есть прославление. Это тоже есть некая сила, которую мы посылаем в душе тому человеку, создателю, скажем, Стиву Джобсу, который имеет определенный эгрегор там. Почему? Потому что у него есть поклонники, у него есть последователи, его работа живет, о нем говорят, о нем организуют мероприятия, про него вспоминают, благодарят, что он был уникальный такой человек. Потому что, по сути, все фирмы списали у айфона, скажите, будем откровенны. У него все эту идею украли. Мало кто сам создал это. К сожалению, это так. Один создает, все остальные этим пользуются, свою пользу делают на этом деньги. Но даже то, что пользуется твоим изобретением, твоей работой, твоим именем и твоей идеей, отдают энергию не этим людям, которые этим пользуются, а тебе, потому что ты это создал. И Вселенная направляет все в твою сторону. То есть это говорит о том, что нечестным образом созданная сила и нечестным образом желание прославиться, подняться и получить свою энергию, эгрегор свой, да, это не говорит о том, что это у вас получится. Эта сила будет направляться к тому человеку, который действительно это создал и сделал. Стихи ли вы берете человека, изобретения ли, идеи ли вы берете человека, если это не ваш, это его, это прославит его душу, подпитает его эгрегор силы, и он будет в особом положении там. Даже если вы этим пользуетесь, вы даете за свое, не имеет значения. Вселенная-то не обманешь, она знает, что это, откуда это пришло. Так что это подпитывает опять его силу. Вот почему нужна память. Вот для чего мы вспоминаем, вот для чего мы прославляем, вот для чего мы идем и говорим, для чего мы организуем мероприятия и прочее. Я думаю, что это очень нужная вещь, которую надо знать.